всем кротовый привет друзья с вами снова паша фриман и как уже известно многим гайзин добавили и запустили античит easy античит war thunder и конечно же у многих возникли проблемы со входом в игру и вообще с ее работой начала выбрасывать из игры после каждой катки кто-то вообще зайти не может и много других причин хотя в моем случае все обошлось и замечательно работает в этом видео я бы хотел затронуть проблемы с которыми многие игроки столкнулись и постараться найти возможное решение проблемы с помощью статьи на форуме улиток ссылку на которые я оставлю в описании и давайте начнем с того что теперь поиграть в реалистичные симуляторные бои можно только с установленной галочкой античита в клиенте игры как я понял если вы ее не поставите то не сможете играть в этих режимах будет доступна только аркада и некоторые другие режимы а также давайте по порядку подберем действия которые могут помочь вам если игра работает нестабильно или вас не запускает первое что можно сделать это просто перезагрузить компьютер если это не помогло то попробуйте проверить целостность файлов игры если они повреждены то лаунчер сам их докачает в автоматическом режиме если это не помогло то просто удаляем клиент игры и устанавливаем его с нуля заново да знаю что многих интернет не очень быстрый но это самые простые способы которые помогают в 90 процентов случаев а если это не помогло то давайте перейдем к следующим действиям начнем с того что подобная программа античитов плохо реагирует с некоторыми антивирусами и могут конфликтовать с ними поэтому проверьте что используемый антивирус совместим защитной системой easy античит и внесите папку с античитом в список исключения вашего антивируса ссылку на проверку совместимости я оставлю в описании после проделанных действий снимите галочка античита в клиенте war thunder выключите его перезапустите и снова активируйте античит еще если вы используете видеокарту компании nvidia то убедитесь что у вас установлена последняя версия драйверов видеокарты найти и скачать их можно с офсайта компании ссылку на который я тоже оставлю в описании если это не помогло следующее что можно сделать это зайти в папку с установленной игрой и запустить файл easy античит земля с этап xe от имени администратора для этого правой кнопкой мышки тыкаем по значку вы и выбираем пункт запуск от имени администратора выпадающем списке необходимо выбрать нужную игру и нажать кнопку помощь в восстановлении если это не помогло то нужно убедиться что античит работает исправно для этого открываем командную строку в меню пуск или через команду поиск windows 10 вводим команду services.msc и нажимаем enter если что я все вот эти названия добавлю в описании в открывшемся окне находим из античит и убеждаемся в том что тип запуска программы указан вручную если же указан другой тип запуска то наводим курсор на из античит и нажимаем правую кнопку мыши затем выбираем свойства и изменяем тип запуска на вручную еще как вариант можно установить все доступные давление windows а также доступные пакеты обновлений visual c++ сами пакеты можно будет найти тоже по ссылке в описании если вы столкнетесь с ошибкой 300007 значит обязательная проверка подписи драйверов dse была отключена в конфигурации загрузки windows для работы из античит нужно чтобы функция была включена для этого необходимо нажать кнопку пуск поле выполнить или найти написать команду cmd без кавычек я тоже ее оставлю в описании после чего нажать enter в появившемся окне по очереди выполните следующие команды их тоже я оставлю в описании после чего перезагрузите компьютер чтобы изменения вступили в силу если же все вышеперечисленное не помогло то удалите блин чит из компьютера в конце концов даже если вы их применяли не квартандра а к другим играм возможная программа просто блокирует вход именно из-за этого такое тоже бывает но еще как вариант можно обратиться в службу поддержки самого античит а ссылку я также оставлю в описании но если вы решили проблему каким-то другим способом то можете делиться им в комментариях может еще у кого будут похожие проблемы и вы сможете им помочь но с вами был паша фриман не забываем ставить лайк и подписываться на канал увидимся на стримах и других видео всем пока пока